Добрый день, очень рада видеть Татьяну. Друзья, очень рада, что мы сегодня с вами вновь встречаемся. Сориентируйте, пожалуйста, как с моей стороны связь, видно ли, слышно ли, огонёчком мне, пожалуйста, подайте сигнал. Да, благодарю, отлично, отлично. Я очень рада, что мы сегодня собрались. Благодарю за ваши огонёчки. Сегодня тема, прям как ваши вот эти сигналы, такая огненная, что она мне не давала просто, честно говоря, спать сегодня всю ночь. Я проснулась полчетвёртого в ожидании нашего вебинара. Поэтому буду делиться с вами всеми подробностями. И, в общем, они достаточно серьёзные. Они нас, несмотря на то, что только ожидают, конечно, стоит о них знать. Давайте обсудим сначала, что мы сегодня на вебинаре с вами рассмотрим, какие важные моменты. Сразу хочу сказать, что когда мы планировали этот вебинар, я понимаю, что изменения происходят с завидной регулярностью в нашей сфере. Но что они будут такие грандиозные, никто не предполагал. Поэтому вопросы, которые были заявлены изначально на вебинар, они расширены мною, поскольку есть повод поговорить ещё о некоторых темах. Итак, первое. Мы поговорим сегодня о так называемой научной аспирантуре. Не случайно взяла в кавычки, я поясню, это в ходе вебинара. Второе. Безусловно, поговорим о новой номенклатуре научных специальностей. Я помню, что в прошлую нашу встречу, когда мы с вами говорили о диссертационных советах, уже появлялись вопросы у слушателей по поводу номенклатуры. Сегодня как раз поговорим об этом, что в ней такого нового, необычного и так далее. Третье. Это требования к публикациям, что здесь происходит в этой области, что меняется, какие акценты возникают, на что нам с вами ориентироваться при подготовке диссертации и в связи с подготовкой диссертации, при подготовке наших публикаций для предстоящей защиты. Немножечко коснемся вопросов сети диссертационных советов, просто здесь я не могу об этом не сказать, хотя мы с вами о диссертационных советах в прошлую нашу встречу говорили очень подробно, и некоторые вещи я там тоже озвучивала. Ну и, естественно, поговорим о том, как и что происходит с диссертацией, с самим текстом, оформлением, защитой и так далее и тому подобное. Я, друзья, возможно, буду или не буду придерживаться вот этой последовательности представленной на слайде, но все вопросы вам озвучу, поскольку моя задача состоит в том, чтобы не просто их осветить, а чтобы они вам были максимально понятны. Итак, по поводу научной аспирантуры. Давайте начнем с вами с короткого вопроса. Я хотела бы у вас спросить, а вы мне, пожалуйста, дайте обратную связь в чате, кто у нас сегодня из присутствующих является аспирантом, то есть имеет официальный статус аспиранта, готовит диссертацию в рамках прохождения программы аспирантуры. Поставьте там плюсик или да, какой-то неважный символ для того, чтобы я просто понимала, насколько я в любом случае проговорю об этом, но чтобы я понимала, насколько у нас много участников, для которых это актуально. Ольга, вам повезло, у вас есть диплом аспиранта. Сейчас будет понятно, почему повезло. Так, вижу, друзья, вижу. Соискатель аспирант. Смелее, смелее, друзья, включаемся. Руководитель аспирантов, отлично. Очень прям благодарю коллег, когда приходите на вебинары, поскольку наша работа с вами связана с просвещением и с помощью людей, которые занимаются наукой в начале своего научного пути. Это очень классно, когда мы друг друга поддерживаем и находимся вместе. В следующем году будет поступать Олег. Отлично, отлично. Друзья, прекрасно. Благодарю, что вы и представляетесь, и говорите о том, собираюсь поступать. Отлично. Смотрите, друзья, что сейчас у нас с вами происходит. Почему я назвала этот наш блок научная аспирантура. Дело все в том, что для того, чтобы понять вообще, что происходит и глубину вот этих изменений, которые сейчас происходят, потому что об этих изменениях говорят везде и всюду абсолютно. Абсолютно. И такая пока рваная информация. Я тоже расскажу только о той информации, которой я обладаю более-менее официально. То есть я вам озвучиваю, никогда не озвучиваю просто то, что мне приходит в голову с точки зрения каких-то регламентов. Я озвучиваю вам по крайней мере либо нормативные акты, либо их проекты, которые официально находятся в правовых базах, доступных для нас. Соответственно, что у нас происходит с аспирантурой? Давайте буквально в двух словах. Понятно, что не всем являются аспирантами. Вот сколько много у нас руководителей. Отлично. Друзья, коллеги, я вас приветствую. Очень рада, что вы тоже присоединяетесь. Давайте разбираться. Значит, сейчас у нас в аспирантуре идет подготовка на текущий момент. Ситуация, которая имеет место сейчас. Идет подготовка в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. То есть у нас аспирантура официально является третьим уровнем, третьей ступенью высшего образования. Все регламенты, которые касаются ее, у нас находятся в законе об образовании. То есть тем самым подчеркивая ее место в этом образовательном процессе. И обучение аспирантов строится в соответствии с федеральными государственными стандартами точно так же, как на всех образовательных ступенях. Второе, что сейчас у нас есть. Значит, в качестве итоговой аттестации по результатам освоения программы, аспирант предоставляет научный доклад об основных результатах своей диссертационной работы, которая называется научно-квалификационная работа в рамках обучения аспирантура. То есть, смотрите, в разных, сразу сейчас скажу, что в разных образовательных и научных организациях ситуация может отличаться. Я сейчас привожу конкретные фрагменты реальных ограничений, которые указаны в проекте, то есть в пояснительной записке, что было и что будет. Поэтому, если в вашем вузе или научной организации есть какие-то отличия, это ваша индивидуальная специфическая особенность. То есть сейчас, в текущий момент, аспирант должен предоставить научный доклад и, по сути, не закреплено на данный момент, что должна быть обязательно диссертационная работа готова. Если она готова, прекрасно, если не готова, человек просто докладывает о том, что он делал, у него есть текст, у него есть выступление, и по результатам этого он сдает итоговую, проходит итоговую аттестацию в аспирантуре. Третье. Как раз вот сейчас кто-то из участников написал, что имеет диплом аспирантуры. Так вот, до сего момента выпускники, которые успешно завершили обучение по программе аспирантуры, получают диплом. И если все успешно проходит, обсуждение вот этого научного доклада успешно проходит, то они получают заключение по диссертации. Это два документа, которые сейчас предусмотрены в рамках завершения программы аспирантура. Вроде бы все понятно, раз это образовательный уровень, то поэтому здесь есть диплом. Понятно, что дает этот диплом, да, и оказывается, что эта ситуация в ближайшее время изменится. Для того, чтобы мы с вами четко понимали, как она изменится, я воспользовалась проектом, точнее говоря, вот это уже принятый документ, прошу прощения, вот этот документ уже принят. Это федеральный закон об изменениях, которые будут вноситься в федеральный закон об образовании и отдельные законодательные акты. То есть мы сейчас, уже сегодня с вами, можем понимать, что в ближайшее время, когда я говорю в ближайшее время, обращаю ваше внимание, что документ принят в декабре 2020 года, и эти изменения, если вы зайдете в гарант или в консультант плюс какую-то базу данных, вы увидите, что есть действующая редакция закона об образовании. Но если вы начнете углубляться в текст, у вас появится пометочка «посмотрите, буду смотреть будущую редакцию». То есть эта будущая редакция уже внесена в эти базы, и эта, она начнет действовать с 1 сентября 2021 года. То есть закончится наш учебный год стандартный, и с 1 сентября начнет действовать новая редакция закона об образовании, уже утвержденная, друзья. Сразу скажу, что изменения, я не случайно сказала, что изменений очень много, они не просто будут внесены в этот федеральный закон, они повлекут за собой необходимость внесения изменений в еще 13 нормативных актов. Безусловно, все-все-все изменения мы сегодня рассматривать не будем, там разная степень их значимости и необходимости их озвучивать. Я озвучу принципиально важные изменения, которые коснутся не только деятельности аспирантура, а вообще тех изменений, которые необходимо знать человеку, который готовит диссертацию в данный текущий момент времени. Итак, что будет? Какой новый взгляд на аспирантуру? Сразу хочу сказать, что аспирантуру давно уже научные организации видят, как все-таки не образовательный уровень, не некий структурный элемент в образовательном процессе, а все-таки такое явление, явление, которое связано с подготовкой именно научных кадров. И вот эти обновления были связаны, как бы пришли на повестку дня, потому что было такое общественное, ну, с точки зрения научной общественности, желание вывести аспирантуру из образовательного процесса. Сразу хочу сказать, что если вот те формулировки, которые сейчас уже есть в принятом законе, не изменятся, то этого не произошло. Аспирантура по-прежнему останется третьим уровнем высшего образования, но произойдут достаточно существенные изменения. И первое изменение коснется тех требований, которые будут касаться программ аспирантуры, потому что уходят в прошлое федеральные образовательные, ФГОСы, федеральные государственные образовательные стандарты по программам аспирантуры, и на смену им приходят федеральные государственные требования. То есть это вот первое отличие в этих программах. Значит, сами государственные требования будет утверждать Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, а в соответствии с этими требованиями конкретные требования к аспирантам будут разрабатываться в тех образовательных и научных организациях, где есть аспирантура. То есть вот здесь меняется, что это будут за федеральные государственные требования, пока непонятно. То есть вот это пока вот такая формулировка и такое изменение. Второй момент. Раз не будет государственных стандартов, процедура государственной аккредитации этих программ будет отменена и заменена на процедуру проверок. Вот там есть такая формулировка, которая очень пока непонятная, поэтому я ее пока не выношу на обсуждение. Когда будет больше конкретики, у нас будет возможность еще раз встретиться и обсудить. Значит, второе, что очень конкретно прописано в этих изменениях, что сейчас идет акцент на то, чтобы итогом прохождения программы аспирантуры была подготовленная диссертация. То есть не какой-то научный доклад по поводу научно-исследовательской деятельности, работы или еще чего-то, а прямо подготовленная диссертация, которая соответствует критериям постановления 842. Понятно, вы наизусть можете не знать эти постановления. Это положение присуждения ученых степеней в Российской Федерации. Соответственно, пока порядок итоговой аттестации, опять же, четко, не прописан в законе и в каких-то подзаконных актах, не настолько понятно, как это будет все выглядеть, но то, что он будет установлен в Министерство науки и высшего образования, это точно, это прямо написано в новых формулировках. Поэтому те, кто... Да, кстати, сразу скажу, что те, кто сейчас отметили с плюсиком или ответили «да», что вы сейчас учитесь в аспирантуре, кто-то на первом курсе, кто-то там завершает... Вы завершаете программы по старым, скажем, требованиям, да, вот те, кто уже будут поступать в аспирантуру, в наступающем году, понятно, с 1 сентября уже это все вступит в силу, соответственно, вы будете поступать как бы в обновленную аспирантуру. И здесь очень важно будет понять, насколько организация ваша, куда вы будете поступать, готова вот к этим переменам. Третье очень важное изменение связано с итоговой аттестацией и с теми документами, которые будет получать аспирант, успешно завершивший аспирантуру, завершивший программу аспирантскую. Значит, если сейчас, напоминаю, это диплом и заключение, то в новой редакции это будет свидетельство об окончании аспирантуры и, соответственно, заключение о том, что ваша диссертация, которую вы подготовили, соответствует критериям. То есть смотрите, зачем это делается. То есть идея, в общем-то, здравая. Если аспирант подготовил диссертацию, диссертацию, и получается, что сейчас он как бы два раза озвучивает свою научную работу. С одной стороны, он защищает научный доклад, то есть это отдельный текст. С другой стороны, он потом будет защищать диссертационную работу в диссовете, это другой текст. Человек пишет как будто бы два текста. Понятно, что так называемую учебную оптимизацию никто не отменял, когда эту диссертацию превращают в научный доклад и упрощают себе работу. Но, тем не менее, на данном этапе это как будто бы два разных текста. В новой редакции подразумевается, что диссертационная работа и будет выпускной работой, и если она соответствует всем требованиям, то уже аспирантура будет давать вот это заключение. То есть человеку не надо будет несколько раз проходить через вот эту процедуру. Я не случайно пометила вам внизу на слайде, что это часть 7 статьи 60, и много статей меняется. Но вот эта статья важна. Если будете отслеживать изменения, в какой формулировке она пройдет в итоговом варианте, сейчас вот такая формулировка. Конечно, они могут меняться. Просто чтобы вы знали, куда посмотреть, на какую статью обратить внимание. Далее, еще одно изменение, очень важное. Точнее говоря, оно не столько бы изменение, сколько конкретизация. Вообще я хочу сказать, что те изменения, которые происходят, они по большому счету, многие из них являются той самой конкретизацией, которую мы с вами ожидали. Напомню, что мы с вами вот по теме изменения требований, вот если вы давно уже с нами, с Директ-Академией и со мной в рамках вот этого цикла наших встреч, то сегодняшняя тема уже третья по этой теме. И каждый раз это совершенно какие-то разные подходы и изменения. Так вот здесь конкретизация, которую мы с вами ждали, что мы как бы догадывались, а можно ли защитить диссертацию, если вот она уже готова в рамках аспирантуры. И еще вы не закончили аспирантуру, но уже готовы защищаться. И во многих образовательных организациях и научных организациях не позволяли аспиранту защитить диссертацию до истечения срока вот этой программы обучения. Сейчас это будет закреплено, это право будет закреплено официально. То есть никто, если вы, обучаясь в аспирантуре, успели быстрее подготовить свою диссертационную работу, нет проблем, вы можете ее защитить. Если у вас работа готова, и вы выходите на защиту, защиту имеется в виду в рамках подготовки аспиранской, с этой работой в рамках итоговой аттестации, вы потом эту работу можете защитить и после срока. То есть здесь есть вот конкретика, что теперь это будет официально разрешено. Вот эти изменения, о которых мы с вами говорим, они уже однозначно с 1 сентября вступают в силу, вы можете их себе как принятые обозначить. Таким образом получается, что у нас аспирантура не совсем превратилась в научную, как это хотелось бы, научному сообществу, но тем не менее повысилась ответственность аспиранта за подготовку диссертационной работы. Я понимаю, что мы с вами сейчас можем философствовать на тему, а как они будут контролировать, а как они меня заставят, а как там... И вот это вот все, это мы можем обсуждать сколько угодно, но это непродуктивный будет диалог, потому что мы с вами... Моя... По крайней мере, моя позиция состоит в том, что наша задача понимать требования, в которых мы готовим диссертацию, ориентироваться на эти требования и уметь в рамках этих требований дойти до своей цели, то есть до защиты. Обсуждать хорошие и плохие можно, но не вижу особо в этом смысла. Еще одно очень серьезное изменение, которое тоже, по-моему, с 2018 года оно под тем или другим видом нам презентовалось, актуализировалось, что это очень важно, это изменение номенклатуры научных специальностей. Значит, что здесь у нас происходит? Ну, учитывая, что у нас очень разные, разные участники, кто-то только начинает свой путь и только собирается поступать в аспирантуру и заниматься подготовкой диссертации, у нас есть руководители, я позволю себе прокомментировать, что такое научная специальность, для того, чтобы было всем все понятно. Значит, и что такое, соответственно, номенклатура специальностей. Друзья, когда вы озадачиваетесь вопросом подготовки диссертации, мы ее готовим по определенной науке. Ну, например, я защищалась, я доктор экономических наук. Но это совершенно не означает, что я все-все-все разделы экономики изучала для подготовки диссертационной работы. Вот для того, чтобы конкретизировать определенную область, задать вот эту область, внутри которой должна находиться тема и научная новизна вашего диссертационного исследования. Так, я возьму эту стрелочку, как ее, курсор, да? Вот скажите, видно, да, курсор, чтобы я, я-то его вижу? Вы его видите? Угу, хорошо, благодарю. Вот смотрите, ваша диссертационная работа, ваша диссертационная работа условно обозначена голубым овалом. То есть это не работа, написанная на любую, например, вы хотите получить степень кандидата экономических наук или там педагогических или психологических, совершенно без разницы, ваша тема не может касаться любой темы в вашей области знаний. Она должна попасть вот в избранную тематику по конкретной научной специальности. Например, я на себе привожу пример, чтобы никого там не задеть, не обидеть. Когда я защищала кандидатскую диссертацию моей научной специальностью, то есть вот этой серой областью, то есть границей научных исследований, куда моя тема должна была попасть, являлась научная специальность, которая в шифре имела, в паспорте специальности имела такой шифр. 08001, экономическая теория. Когда я защищала докторскую диссертацию, у меня научная специальность поменялась. Она уже была 08005, экономика управления народным хозяйством, могу не точно сказать. То есть вот эта область, куда должна попасть тема и ваша новизна, она изменилась. Как эту область понять? Для этого у нас есть паспорта научных специальностей, а у вас есть для ориентира шифр паспорта научной специальности. И вы будете готовить диссертацию по определенной научной специальности. Так вот, номенклатура специальности – это некий перечень, который содержит в текущую, я вам сейчас показываю текущую номенклатуру, содержит шифр. То есть вот эти вот я на экономических специальностях, раз начала приводить пример, на них и остановилась. То есть некий вот этот цифровой код, который вас идентифицирует, к какому конкретно разделу вы должны попасть, обратить внимание на него. Вот это – это в какой отрасли науки вы получите ученую степень, а это вот куда, вот этот серый квадрат, куда должно попасть ваше исследование, чтобы вы получили степень по этой конкретной специальности. Потому что у вас даже на диссертационной работе будет написано, да, шифр специальности и ее название. Так вот, сейчас в текущей номенклатуре специальности она выглядит вот таким образом, и вы видите шифр, вы видите название, и вы видите, что по… Вот, допустим, по специальности 080013, немножко не поместилось, можно получить степень как кандидата экономических наук, так и кандидата физико-математических наук. То есть в некоторых специальностях можно получить степень в разных науках, и это в этой номенклатуре отмечается. Что происходит сейчас, что меняется? Номенклатура сейчас, на данный момент, не является принятой, и если я вам в самом начале приводила фактически выдержки из закона об образовании, который уже начнет действовать с 1 сентября, то это только проект. Но есть у меня ощущение, что учитывая, что такое количество изменений озвучено, уже есть проекты этих документов, я думаю, что как раз вот к началу следующего учебного года, я думаю, что все эти проекты в той или иной степени будут закреплены, превращены в действующие документы, потому что даже то, о чем мы сегодня поговорим, это очень много изменений, и почему я думаю, что они будут приняты одномоментно, потому что внесение любого изменения в любой документ подразумевает изменения еще целой цепочки документов, поэтому, скорее всего, это будет делаться одновременно. Что происходит? Почему та номенклатура, которая существовала, и те паспорта специальностей, на которой мы ориентировались, почему они вдруг не устраивают? Ну, дело все в том, что давно уже об этом говорят, что номенклатура существующая не соответствует современным научным тенденциям, то есть сейчас есть потребность в некой междисциплинарности, потребность в том, чтобы название и вообще направление научной специальности были ближе к тем международным принципам классификации научных специальностей, которые приняты вообще в мире, да, и поэтому как бы это такая идея, направленная на то, чтобы наши специальности приблизить к тем, которые приняты в других странах в том числе. Кроме того, какое недовольство еще было связано с номенклатурой специальностей, ну, даже не столько с номенклатурой, сколько вообще с ее существованием, да. Во-первых, были специальности, по которым вообще не было защит или было защит очень-очень мало. То есть становилось понятно, что эта специальность, она себя, ну, изжила, она перестала быть такой актуальной, востребованной и так далее. И поэтому новая номенклатура именно ставила задачу сохранить наиболее востребованные актуальные направления, придав им соответствие вот этим международным принципам. Что мы имеем в качестве проекта номенклатуры, вы с ней тоже можете ознакомиться в любой правовой системе, она там присутствует. Значит, во-первых, обращаю ваше внимание, что меняется подача информации. Если у нас там был шифр наименования и отрасль науки, то в данном случае у нас есть области науки, они укропнены. Этих областей всего пять во всей номенклатуре. Далее у нас есть группа специальностей, то есть, видите, внутри области выделяются определенные группы. И вот те самые научные специальности, по которым мы с вами раньше защищались, и я произнесла шифры своих специальностей, вот они представлены теперь в другом виде. Вот этот третий столбец нам представляет их шифр и название. Соответственно, если мы говорим об экономике, то экономическая теория, например, по которой у меня защита кандидатской диссертации, она сохранилась. А вот, например, экономика и управление народным хозяйством, специальность 08-00-05, она огромная, у нее паспорт специальности почти на 40 страниц, претерпела существенные изменения, разделившись, да, как-то вот посмотрим, как это отразится в паспортах, то есть она попала просто вот в разные эти научные специальности, новые, скажем так, научные специальности. Ну и вот эта отрасль наук, по которой присуждается ученая степень, она тоже остается здесь, мы видим вот это соответствие, то есть если вы собираетесь поступать и защищать диссертацию, там, кандидатскую или докторскую по экономике, и вы точно понимаете, что вы в ближайшее время пока этого не сделаете, там, в ближайшие полгода, да, то уже ориентироваться стоит, ну, по крайней мере, посмотреть эту номенклатуру, имеет смысл, и с пониманием относиться, куда, скорее всего, ваша тема упадет среди вот тех экономических, например, или там, юридических, или в зависимости от того, какая наука, какие научные специальности останутся, или как они видоизменятся для вашего ориентира. Безусловно, для многих вот такая информация, не знаю, вводит людей в панику, в непонимание, и как же, и я же ведь там публиковался, например, уже в соответствии с предыдущим шифром и так далее. Я надеюсь, друзья, мне что-то подсказывает, да, что нам стоит надеяться на то, что будет установлена некая связка между старыми шифрами и новыми. То есть, опять же, вот меня, например, как человека, который консультирует аспирантов, работает с аспирантами, в большей степени интересует не то, что номенклатура сама по себе изменится, а что это за собой потянет. Во-первых, это потянет, вспоминайте нашу с вами предыдущую встречу по диссертационным советам, значит, диссертационные советы, у нас же они сейчас по старым шифрам защиту проводят, значит, эти диссертационные советы должны будут пройти какую-то процедуру, дающую им право принимать работы уже по новым специальностям. Вот для меня, например, это очень серьезное такое изменение, которое просто на поверхности, оно очень существенно. Второе, что каждого из нас с вами коснется, потому что, когда мы готовим диссертацию, мы с вами готовим еще публикации. Два семинара назад, вебинара назад мы с вами обсуждали публикации и говорили о том, что если мы ищем себе журнал для публикации, журнал рецензируемый, то мы с вами должны учитывать свой шифр специальности, то есть люди, которые, например, пишут сейчас, в текущий момент времени, докторскую диссертацию, у них уже есть ряд публикаций или кандидатскую диссертацию, уже есть ряд публикаций, которые они подбирали журналы в соответствии со своим шифром специальности. Как здесь быть, как вот это вот соотнесение будет установлено, это второй вопрос, второй вот такой очень серьезный момент. И третий момент, сами издания, то есть журналы, которые знают, что они рецензируются, они сейчас в перечне рецензируемых журналах находятся, напротив каждого журнала указано, по какой специальности он является рецензируемым, да, и входит в перечень ВАГ. Соответственно, эти специальности тоже поменяются. И вот опять же, например, я специально взяла экономические науки, потому что тут существенные изменения происходят. Вот, например, та самая специальность 08005, огромная, по которой очень много людей пишут, свои исследования готовят. Здесь, в соответствии вот с этой новой номенклатурой, куда кто попадет? Ну, допустим, вот у меня защита была по региональной экономике, и здесь все нормально, я четко понимаю, что это была бы 5.2.3 региональная отраслевая экономика. А если у людей другой раздел этого же паспорта, то не сразу можно понять, куда конкретно попадет этот вот старый шифр, и в какие конкретно шифры он трансформируется. Поэтому здесь невероятные такие очень глобальные изменения происходят, потому что те изменения, которые с научной номенклатурой происходили раньше, они происходили, но мы даже с вами их не замечали. Почему? Потому что какую-то отдельную специальность могли просто удалить, добавить какую-то формулировку, расширить и так далее. А здесь полностью меняется вообще структура и подход к самой номенклатуре, поэтому это очень важно, за этим обязательно нужно следить, обязательно вас буду по этому вопросу информировать, для того, чтобы вы были в курсе, потому что понятно, что аспирантам и докторантам просто нет времени заниматься отслеживанием вот этой ситуации, поэтому наши встречи в этом смысле вам в помощь, потому что я как раз занимаюсь изучением того, что происходит, и вот этой всей нормативной базой слежу и вовремя вас стараюсь проинформировать. Что касается номенклатуры, посмотрели, что касается диссертации, тоже будет много изменений, и здесь нам нужно с ними тоже разобраться. Так, друзья, я, наверное, загляну в чат, потому что вы еще раньше писали какие-то вопросы, я прошу прощения, что я сразу не отвечаю, потому что я не хочу потерять мысль. Вот если сейчас вопросы есть по предыдущим пунктам, пожалуйста, их задайте, давайте я пару минут на это уделю, и мы будем двигаться дальше. Так, Ольга спрашивала ВКР, расслабляет аспиранты и руководителя в Казахстане докторантура, уровень аспирантуры по европейскому так за три года требует защиты диссертации. Ну, на самом деле я хочу сказать, что да, наверное, расслабляет, но у меня почему-то есть ощущение, что не всегда мы можем точно говорить, что все люди, которые пошли в аспирантуру, вот так по-честному, да, но мы же в реальном мире живем, и как бы моя задача вам не какую-то красивую картинку рассказывать, а рассказывать так, как это есть в реальной жизни. И если мы говорим про аспирантуру, и наверняка руководителя аспирантов сейчас согласятся с некими моими комментариями, потому что это так, это реальная картина, что некоторые аспиранты поступают в аспирантуру вообще не для защиты диссертации. Для некоторых на данный момент времени был важен диплом об окончании аспирантуры. Почему? Потому что этот диплом позволял вести преподавательскую деятельность в высшем учебном заведении, несмотря на то, что у вас не было степени ученые, вы могли, имея этот диплом, абсолютно полноправно вести занятия с бакалаврами, например. И понятно, что уже кадры это требуют, и поэтому кто-то пошел туда не для того, чтобы защитить диссертацию, а для того, чтобы получить просто этот диплом, и это право. Вторая категория аспирантов – это люди, которые вообще пошли туда для того, чтобы кто-то получить отсрочку от армии. Ну, есть такое, друзья, есть кто-то для того, чтобы попробовать, да, еще не понял, могу я, не могу, хочу я, не хочу, ведь у нас очень часто у тех, кто начинает готовить диссертацию, возникает такой важный философский вопрос, а для чего мне это вообще, стоит ли вот это мое напряжение защиты диссертации того, что я получу в результате. И человек, по сути, он говорит, ну, я попробую, но я пока не знаю. И, в общем-то, наверное, такая некая свобода, она тоже хороша, потому что это же нормально, когда человек вовремя понимает, что это не совсем его, и он, может, как-то, ну, вот, закончил, да, он вроде время не потратил, он получил какой-то документ об образовании, еще один, но он не написал инсорбационную работу. Хотя, если мы рассматриваем эту же ситуацию с другой позиции, с точки зрения, например, государства, государство тратит деньги бюджетные на финансирование деятельности аспирантуры, потому что я про бюджетную аспирантуру сейчас говорю, и, кстати говоря, несмотря на изменения, которые будут происходить, бюджетные места будут по-прежнему предоставляться в аспирантуру, вот, то понятно, что государство, естественно, заинтересовано в том, чтобы, ну, как-то результатом вот этих затрат было расширение научных работ и защита диссертационных работ по результатам аспирантуры, поэтому, да, Ольга, с одной стороны это расслабляет, с другой стороны, ну, наверное, разные обстоятельства есть у разных людей. Так, Елена, например, специализация реагриации, вот, вот, попадает, наверное, вот, ну, мы сейчас гадать не будем, непростой вопрос, что куда попадет, вот это однозначно, поэтому, и пока нет вот этой вот расшифровки о взаимодействии этих старых и новых специальностей. Где посмотреть новую номенклатуру? Ольга, новая номенклатура есть в базах гарант-консультант, она именно с тем названием, которое я давала на слайде, то есть это проект, да, пока это не принятая номенклатура. Есть ли изменения по уровню количества публикаций? Ольга, сейчас до этого дойдем, по публикации обязательно поговорим, конечно, там есть изменения. Так, Екатерина сейчас на третьем курсе, хочу взять академический отпуск, родился малыш, по каким правилам готовить диссертацию, если вернусь к учебе через год, получу ли еще диплом. Смотрите, если я правильно понимаю, и это будет работать так, как это написано, то суть в чем? Если вы продолжаете обучение по старой программе, да, то вы заканчиваете аспирантуру по старой программе. если вы не успеете закончить аспирантуру по старой программе, вам ничего не останется делать, как переходить на новый вариант обучения аспирантского, и тогда, конечно, диплома у вас не будет. По номенклатуре, думаю, что приказы в соответствии старых и новых. Да, я думаю, что, конечно, будет, Екатерина. Здесь сомнений нет, вопрос, когда он будет, да, то есть, чем раньше бы он появился, тем проще нам бы было вот этот адаптационный период для себя выстраивать. Да, будут переходные ключи, как в Беларуси при переходе на десятибальную систему оценки знаний. Да, Елена, вот смотрите, у нас участники из разных стран, и это здорово, действительно, в каждой стране есть свои особенности. Я тоже консультировала и участников из Казахстана, и взаимодействовала с людьми, которые готовили кандидатскую диссертацию в Беларуси. Могу с полной ответственностью сказать, что у нас существенно отличаются требования, и я бы сказала, что даже там пожёстче требования, чем у нас, поэтому, несмотря на наши какие-то, может быть, недовольства тем, что эти требования меняются, пока у нас несколько так, вольностей больше, скажем так. Мария закончила аспирантуру в третьем году, защитилась, и есть степень, диплом не дали. Почему? Тогда не практиковалась. Мария, да, в то время диплом не давали об окончании аспирантуры, поэтому у вас его и нет. В Казахстане стубальная оценка уже 10 лет. Да, и кроме того, насколько я помню, Ольга, можете подтвердить или опровергнуть, для поступления в докторантуру, то есть, как бы, в нашу аспирантуру, тот же уровень, да, если мы говорим, необходимо, чтобы не просто сдать вступительный экзамен по иностранному языку, а нужно подтвердить соответствие определенным международным критерием знания языка. То есть, более жесткие требования, друзья, поэтому мы еще с вами в таких более мягких условиях. Хорошо, давайте сейчас еще мы на следующий блок с вами пойдем, вопросов, а вы вопросы можете писать. Да, IELTS у вас, я сейчас на вскидку не вспомнила, какой именно экзамен нужно. Вот, то есть, мы сразу можем сравнить, да, например, в Беларуси есть требования по соответствию, как бы, аспирант доказывает, да, ваку и диссертационному совету, что все результаты своей научной работы он реально опубликовал. У нас есть такое требование, что результаты научной, вашей научной работы должны быть опубликованы, но как это проверить, непонятно, и где это, как это увидеть, непонятно, а там в автореферате все четко. Написали на визу в скобочках пишут, где в конкретных публикациях она опубликована. Все эксперт моментально проверяет, есть в этой публикации это новизна или нет. То есть, на самом деле, очень много фишек и нюансов, поэтому, конечно, очень здорово, когда у нас вот есть возможность посмотреть друг на друга, сравнить наши требования и понять, где и как они сложились и на данный момент какие они. Итак, давайте по поводу диссертации поговорим, какие изменения здесь происходят. Во-первых, существенное изменение для докторантов, для тех, кто желает получить ученую степень доктора наук, закрепляется возможность защиты диссертации на связь с неученой степени в форме научного доклада. Вот сейчас на слайде будут прямо скрины из новых формулировок. Они еще тоже не приняты, но это как раз те изменения, которые будут вступать в силу вот в этих 13 нормативных актов, вот в одном из них, это положение присуждения ученых степеней здесь представлено на слайде, и пункт 15 будет трактоваться иначе, иначе. Здесь предоставляется возможность не писать докторскую диссертацию, а защитить работу на основе ранее опубликованных работ. Но смотрите, в чем здесь особенность. Вот сейчас внимание для докторантов, вы будете иметь возможность выбора через некоторое время, чтобы вы это четко для себя понимали. Значит, если вы выбираете такую форму защиты диссертации, она готовится на основе совокупности ранее опубликованных работ, но это не просто опубликованные работы, это работы, это публикации в высокорейтинговых изданиях, естественно, которые индексируются в международных системах цитирования и базах данных, то есть это не так легко, как это кажется на первый взгляд, но такая возможность есть, и те исследователи, у которых таких публикаций много, теперь будут освобождены от необходимости писать вот этот большой текст докторской диссертации, а просто опираясь на вот эти публикации, выйти на защиту. Второе, раз у них защита будет происходить на основе ранее опубликованных работ, то к этим работам сформулированы специальные требования, то есть какие конкретно публикации, количество, качество и так далее. Да, вот эти требования есть, мы в разделе изменения требований к публикациям, я их покажу, мы об этом поговорим. Ну и здесь очень такое тоже отличие существенное есть в этом смысле. Мы с вами знаем, я неоднократно это говорила на наших встречах, что у нас диссертация готовится не сама по себе, она как бы готовится у нас в наборе диссертация и автореферат. Автореферат является неотъемлемой части подготовки диссертации и без автореферата вы не сможете защититься. Буквально на днях 17 марта состоялся у нас с компанией антиплагиат круглый стол. Антиплагиат главный кошмар автора диссертации, если вы на нем не участвовали, вы можете посмотреть его в записи, он уже есть на ютуб канале антиплагиата. и мы там говорили о том, что автореферат не является объектом защиты, не является объектом авторских прав, то есть его содержание не защищается. А вот текст вашей диссертации защищается, ваши авторские права защищены. Так вот, если вы будете готовить диссертацию вот в таком формате, то вам вообще не надо писать автореферат. Единственное, когда он будет нужен в обязательном порядке при такой защите докторской диссертации, если ваша диссертация подготовлена на иностранном языке. А так вы будете все делать вот с той рукописью, которая, научного доклада, которую вы подготовите, вы будете с ней делать все то же самое, что стандартный докторант делается с авторефератом. Вы будете ее рассылать оппонентам, представлять на обсуждении и так далее и тому подобное. То есть вот этого второго компонента у вас не будет. Вижу вопрос по количеству, я обязательно сейчас публикациям придем, я это обязательно расскажу. Сейчас пока про диссертацию. То есть вот такая возможность появляется и для некоторых авторов наверное это будет такой приемлемый вариант. Ну и еще что у нас изменяется, предусматривается возможность проведения диссертационных советов в интерактивном режиме, в удаленном режиме, когда у нас члены диссертационного совета и оппоненты присутствуют, не все естественно члены диссертационного совета, там есть тонкости, присутствуют на заседании удаленно. Здесь сразу хочу сказать, что это существенная новация, то есть это будет включено прямо в положение присуждения ученых степеней, и такого сейчас нет. Напомню, если вы не знаете, что на данный момент действует постановление правительства, которое было принято в связи вот с пандемией и с коронавирусными с коронавирусной вот этой ситуацией, это постановление прямо в тексте написано, что оно временное, так вот уже принято решение о том, что оно перестанет действовать сразу же вместе с принятием вот этих вот изменений. Поэтому, если вы защищаетесь сейчас, в текущей ситуации, в ближайшее время, вы ориентируетесь на это постановление. Оно пока действующее, но сразу отменится. Как будет выглядеть вот эта новация в положении присуждения ученых степеней? Пункт 29 у нас говорит об этом, и речь идет о том, что, ну, все мы знаем, что во время защиты ведется аудио-видеозапись заседания диссертационного совета, это требование сохраняется, фиксировать все, что происходит, будет необходимо, но члены диссертационного совета и официальные оппоненты могут присутствовать в удаленном интерактивном режиме. Следовать, там есть детали, друзья, сейчас опять не рассказываю это, потому что пока это еще не действующий документ, во-первых, во-вторых, ну, просто это на два нам с вами разговора, если все-все-все изменения в этих 13 нормативных актов вам проговорить. Поэтому понятно, что сама процедура защиты будут претерпевать некоторые изменения, потому что привычных для нас вариантов, что вы зашли в аудиторию, здесь все, кто вам необходимы, вы перед ними выступаете, вот этот формат, он, видимо, уже теперь уходит из нашей активной деятельности и будет, соответственно, более какие-то жесткие, не жесткие, но другие варианты, вот которые представлены. Как мы видим, изменения касаются как текстов, так и процедуры защиты, и сейчас будем говорить о том, что будет происходить с точки зрения публикации, поэтому аспирант находится всегда в такой ситуации, когда ему, знаете, что называется, нужно быть в тонусе. И если не знать в принципе того, как это делается, то, конечно, сейчас ситуация непростая. Поэтому если вам необходимы подробности о том, как готовить диссертацию, о том, как проходит защита, как готовиться к защите, какие нужны документы и так далее, и тому подобное, я, безусловно, приглашаю вас на курс, который начнется 4 апреля, который, безусловно, вот как только будут какие-то новации выходить, даже на протяжении курса, они сразу будут выноситься в курс. И, кроме того, конечно, вся нормативная база, которую я готовлю, всегда разработки, которыми я делюсь, они всегда все самые актуальные, вам ничего искать не нужно будет. Если мы говорим буквально один слайд о курсе, для того, чтобы те, кому это интересно, могли сориентироваться и понять, что будет он из себя представлять. На самом деле участники прошлых потоков курса говорят, и вы можете прочитать на страницу курса их отзыва о том, что по результатам курса возникает ощущение, что этот путь, весь путь, он уже пройден. То есть он, наконец-то, становится понятным и, соответственно, люди идут по нему смелее, потому что они понимают, что их ждет впереди. Темы представлены на слайде. Первое, мы поговорим как раз о том, чем отличается путь аспиранта-декторанта, выделим, что здесь общее и что особенное. Мы поговорим о том, что подготовка диссертации это не просто подготовка текста, это вообще настолько многоаспектный процесс, и чем больше вы учитываете видов деятельности и их осуществляете, тем результативнее будет ваш путь. Вы сможете его облегчить. Кроме того, в этой теме, кстати, мы говорим и о планировании своей деятельности, и о коммуникациях, которые нужно выстраивать. Третья тема будет посвящена публикациям, о том, как готовить эти публикации, поговорим, как это делать эффективно, какие здесь есть лайфхаки, как использовать потенциал конференции для того, чтобы воспользоваться плюсами не только от того, что вы там можете написать статью туда. Далее мы поговорим о подготовке, то есть о работе с литературой, о цифровых данных, о поиске и так далее и тому подобное, об оформлении. В четвертой теме мы будем говорить о тех шагах, которые необходимо пройти для того, чтобы ваша диссертация соответствовала всем критериям и что нужно сделать для того, чтобы ее дописать и, соответственно, чтобы она удалась. Как работать с новизной, как ее правильно формулировать, где брать, откуда искать теоретическую и практическую значимость, что это вообще такое, с чем ее едят, что называется. То есть вот такие вещи, которые абсолютно прикладные. На курсе я даю определенные теоретические вещи, но очень много прикладных моментов. Кроме того, если вы присутствуете в режиме активного слушателя и делаете домашние задания, вы реально за этот месяц сможете продвинуться по работе со своей диссертацией. Седьмая тема это подготовка автореферата. Мы будем говорить о нем практически, о том, как его правильно сделать, потому что автореферат имеет большое значение, это отдельная самостоятельная работа такая, которая, несмотря на то, что является частью вашей диссертации, но ее читает намного больше людей, поэтому понятно, что к ней может быть надо более серьезно отнестись, чем это кажется на первый взгляд. Ну и конечно финальной темой является тема подготовка в защите диссертации, собственно защита и что после этого происходит, то есть какие нужны документы, как их оформлять и так далее и тому подобное. То есть все нюансы, лайфхаки, какие-то подводные камни, которые стоит знать заранее для того, чтобы облегчить свой путь, безусловно, я на курсе рассказываю всем, что знаю и чем умею, что называется «Поделюсь». Значит, что касается требований к публикациям, давайте поговорим об этом. Значит, по публикациям понятно, что тоже изменения требований мы ждем очень-очень давно. Что касается самих этих публикаций, у нас нет выбора, мы их точно должны иметь. Что происходит сейчас в данный момент с вот этими изменениями? Во-первых, планируется приравнять научные работы, которые опубликованы в международных базах и системах цитирования к публикациям в рецензируемых изданиях. Отчасти это у нас уже есть. То есть, что у нас есть в нынешнем положении присуждения ученых степеней. Там заявлено, что мы должны опубликовать научные результаты в рецензируемых изданиях, требования которым предъявляет Министерство и ВАГ, соответственно, и размещает на сайте. Так вот, на сайте ВАГ мы уже можем с вами видеть два списка. Первый список это так называемый в старой нашей интерпретации перечень журналов ВАГ, и второе это перечень список изданий, которые, российских изданий, которые входят в международные базы. То есть подразумевается, что и в тех, и в других мы можем опубликоваться, это будут рецензируемые издания. Но это четко не прописано, сейчас в формулировке это будет прописано четко. Второй момент. Планируется в этих требованиях конкретизировать отрасли наук, по которым нужно иметь определенное количество публикаций. Напомню, что в старой формулировке у нас с вами различались по отраслям наук количественные требования. Они будут различаться и в новой формулировке, вот она представлена на слайде. Опять же, количественные критерии вроде бы пока не меняются. 15, не менее 15 и не менее 10. Но зато обращаю ваше внимание, что вот здесь сейчас точное, конкретное перечисление тех отраслей, которые должны иметь определенное количество публикаций. Раньше здесь были социальные и гуманитарные науки и не всегда было понятно, какие именно науки подпадают под первую категорию, а какие относятся ко вторым. Поэтому вот эта неточность сейчас будет устранена и здесь будет все конкретно. Далее, планируется установить вот те самые специальные требования к количеству и статусу публикаций для тех докторантов, которые собираются защитять докторскую диссертацию в виде научного доклада. Какие это требования? Во-первых, это единственные требования, которые ограничены в нынешней предстоящей формулировке, скажем так, в новой формулировке временными рамками. то есть это публикации за последние 10 лет. И здесь можете посмотреть огромное количество публикаций, не менее 50, не менее 30, не просто в изданиях, которые индексируются в международных базах, а соответствующего квартеля. То есть мы видим, что это для, если мы говорим о технических специальностях, которые попадают во вторую категорию, то здесь вообще первый, второй квартель, но меньше публикаций. Первой категории 50 публикаций, но три квартеля можем здесь рассматривать. Поэтому здесь, конечно, достаточно, да, это только для докторов, это только для, и только для защиты диссертации в виде научного доклада. Это для них такие специальные требования. Эти люди могут не писать текст докторской диссертации в том привычном варианте, который у нас сейчас принят. Что касается самих изданий, то есть на что нам ориентироваться, какие издания, мы видим, что в разных странах разные требования. Если мы проживаем в России, то что на нас, для нас важно, на что мы обращаем внимание. Значит, во-первых, напоминаю, что у нас тот самый перечень ВАК, который был удобен как бы для нас как некий такой элемент понимаемый, да, вот в перечне ВАК, в перечне ВАК. Сейчас такая формулировка не актуальна, она не используется. Сейчас у нас есть перечень рецензируемых изданий, тем не менее, он размещается на сайте высшей аттестационной комиссии, и сейчас он актуализировался. На 1 марта 2021 года перечень содержит 2574 издания, и мы с вами когда давно, наверное, в прошлом году когда встречались, был такой период, когда ВАК проводил мониторинг вот этих изданий, и было ощущение, что просто вообще ополовинят этот перечень, потому что ко многим изданиям предъявлялись определенные претензии. Так вот, я специально вам привожу справочную информацию, что на самом деле этот перечень постоянно расширяется, то есть каждый новый актуальный перечень содержит все больше и больше изданий. Поэтому в этом смысле напрягаться, что у нас нет возможности опубликоваться, не стоит, но параллельно с этим перечнем существует перечень отечественных изданий, которые входят в международные реферативные базы данных и системы цитирования, который тоже размещен на сайте ВАК. Актуальный на данный момент перечень датируется 31 декабря 2020 года и содержит 1079 изданий. То есть это российские издания. Если же мы говорим, то есть вот в этих перечнях ВАК требует от нас публикации, вот в тех двух, первом и втором. Если же мы говорим о скопусах, вебуфсайенсах и так далее, любых международных базах, я на примере скопуса показываю, мы должны с вами понимать следующее, что точно так же, как у нас происходит изменение вот в этих изданиях, какие-то удаляются, какие-то добавляются и так далее, удаляются в связи с тем, что они признаются некачественными. Здесь происходит ровно такая же ситуация, то есть мы должны с вами отслеживать эти перечни, выбирая для себя, где мы будем опубликоваться, мы должны с вами вот это учитывать. В последнем списке актуальном издании, которые индексируются в скопус, на июнь 2020 года 40 с лишним тысяч изданий находятся в формате активного издания, список содержит намного больше изданий, но если вы скачиваете этот документ, обратите внимание, что он называется издание, которое входит в скопус, но когда вы его открываете, есть колоночка, в которой есть активный и неактивный, то есть это издание не издается, на это обратите внимание. Далее, если мы говорим про российские издания, то в актуальном перечне на ноябрь 2020 года 622 издания, и тоже обращаю ваше внимание, что даю справочную информацию, что этот список расширяется вместе с тем, что расширяются и перечень тех изданий, которые исключаются из этого списка, то есть мы с вами находимся в ситуации вот такого постоянного движения вот этих списков, и поэтому мы должны четко понимать, выбирая издание, какой конкретный тип публикации с меня потребует, если нужен квартель, то как этот квартель определить, мы два вебинара с вами назад это рассматривали, и как не попасть в ситуацию, что вы считаете, что это издание индексируется, оно не индексируется уже, поэтому со списками внимательно работаем. Сейчас повышается значение так называемого российского научного индекса RSCI это совместный проект РАНа, Clarity of Analytics и научно-электронной библиотеки e-library. Это такая совокупность изданий, которая индексирует, находится, прошу прощения, находится на платформе Web of Science, но не индексируется в ней, то есть это региональный компонент Web of Science, в этот список включается 803 издания на данный момент времени, и вообще очень активно ходили такие ходила информация, обсуждалась ситуация, при которой возникает такое желание, скажем, да, у научных организаций, в частности у РАНа, в частности, свести вот перечень рецензируемых изданий вот к этим изданиям, которые входят RSCI, то есть сделать так, чтобы вот этого отдельного какого-то загадочного перечня рецензируемых изданий, в котором две с лишним тысячи изданий, чтобы вот его, наверное, не было, а как-то вот его сократить вот до этого списка. посмотрим, насколько эта идея будет реальна, но тем не менее тоже надо на это обратить внимание. А если мы говорим о том, как понять, где найти этот перечень и так далее, остальные перечни, я думаю, вы знаете, где искать, тут нет смысла об этом говорить, но если есть, то напишите, как-то в следующем вебинаре поговорим об этом. И, соответственно, это на сайте e-library можно поставить вот такую галочку в чекбоксе напротив строки входит в базу данных и вот вы видите 803 издания в данном случае находятся. И обращаю ваше внимание, что несмотря на то, что это такой российский региональный индекс, который находится на платформе Web of Science, туда на самом деле входят журналы, не только издаваемые в России, там есть журналы Беларуси, Украины, Молдовы и Казахстана. Поэтому вот этот момент тоже нужно учитывать. Ну и если мы говорим о РИНС, стандартно раньше мы считали, что можно опубликоваться, если я опубликуюсь, например, в издании из перечня в акту, я автоматически попадаю в РИНС и так далее. Сейчас этой связки нет. Издания, которые входят в рецензируемый перечень, не обязательно индексируются РИНС, и вы можете столкнуться с ситуацией, что у вас публикация с точки зрения подготовки диссертации для вас важна, вы делаете в этом издании, а оно никак не влияет, она, точнее говоря, эта публикация никак не влияет на вашу публикационную активность. С чем это связано? с тем, что этот журнал, возможно, входит в перечень рецензируемых изданий, но не индексируется в РИНС. Поэтому здесь на РИНС мы обращаем внимание только в той мере, если нам нужно вот свои какие-то показатели активизировать, не более того специального требования, что нужны публикации в РИНС, вот такого требования ВАГ ни в старых, ни в новых каких-то регламентах не предъявляет. Ну и кратко о сети диссертационных советов, та ситуация, которая сейчас и какие перспективы нас ожидают. Мы с вами в прошлую нашу встречу две недели назад говорили о том, что на данный момент времени у нас параллельно существуют две категории диссертационных советов. Это диссертационные советы, которые регламентируют их деятельность Министерства образования и науки и советы, которым дано право самостоятельно присуждать ученые степени. Это советы, сейчас поговорим буквально кратко, если о действующих советах мы говорим, то есть подотчетных ВАГ, то на данный момент, прямо на сегодняшнюю дату посмотрела, это 1673 совета в данный момент у нас являются действующими. И опять же справочно даю вам информацию о том, что раньше их было намного больше. И в прошлый раз мы с вами говорили, я вам делала диаграмму по поводу того, как меняется количество действующих советов. То есть то, что они сокращаются, это точно, но темп сокращения числа диссертационных советов, он уменьшился. Но тем не менее тенденция такая, вот в этой категории советов. Что касается второй категории советов, те, которым самостоятельно дано право присуждать ученые степени, то еще в семнадцатом году они были, этот перечень сформирован, не перечень советов, а перечень организаций, которые имеют право эти советы создавать. Прошу прощения. И до сих пор вот эти вот организации, их перечень пока не расширен. При этом, еще, если я не ошибаюсь, в девятнадцатом году на сайте ВАГ появился документ, который говорил о том, что ведется работа по приему документов от организаций, желающих попасть в эту категорию, то есть работа по расширению числа таких организаций, она проводится. Когда этот перечень будет расширен, пока сказать сложно, но тем не менее мы можем ожидать того, что таких организаций будет больше, таких советов тоже будет со временем больше. Что в этой ситуации делать аспирантам и докторантам? Ну, во-первых, друзья, я сторонник того, что не нужно паниковать, нужно заниматься, не надо пугаться, вот сейчас, может быть, после нашего вебинара у кого-то возникает ощущение, что ой-ой-ой, как я с этим всем справлюсь, требования меняются, как их удовлетворять и так далее и тому подобное. На самом деле паниковать не стоит, я думаю, что самое главное действовать, и первое, что точно нужно делать в ситуации изменяющихся условий, это однозначно необходимо отслеживать те изменения, которые происходят. Как это делать? Ну, во-первых, вы можете их самостоятельно искать на сайте ВАГ, там все нормативные акты, которые вам необходимы, они с определенной периодичностью обновляются и размещаются, там не всегда удобно их искать, но тем не менее, если у вас есть время, желание, и вы понимаете, что для вас это важно, вы можете это делать самостоятельно. Если вы хотите сэкономить свое время, то вы можете воспользоваться моей работой, то есть я нахожу эту информацию и размещаю в открытой группе. Эта группа находится на Фейсбуке, пожалуйста, можете присоединиться к ней, это ни к чему вас совершенно не обязывает заходить туда и смотреть эти изменения. Последнее время там не было каких-то вот таких изменений, да, и поэтому в группе вот такой информации не так много последних, вот последние посты, да, в основном мероприятия, которые мы проводили, которые тоже, думаю, полезны для вас. Вот, но сейчас, когда вот этот период изменения актуализируется, естественно, я буду вас держать в курсе, потому что у нас не всегда есть возможность встретиться в рамках вебинара, а там мы можем с вами пообщаться, поэтому присоединяйтесь, пожалуйста, экономьте свое время, я эту работу сделаю для вас. Ну и второе, чем точно стоит заниматься, это когда вы что-либо для себя выбираете, обязательно проверяйте, обязательно. Мы сегодня с вами говорили о том, что и диссертационные советы, то они есть, то у них приостанавливается деятельность, то они прекращают свою деятельность, точно так же это же происходит с журналами. где мы с вами находим эту информацию, естественно, мы информацию берем не просто через поисковик ищем, вы не сможете идентифицировать свежая информация, не свежая, актуальная, она правильная, она или там просто ошибочная какая-то, да, мы ищем эту информацию только на сайте вам. Ну и естественно, что называется, завершая нашу встречу, не могу не позвать вас еще раз к себе на курс, потому что реально буду рада вас видеть и помогу всем, чем могу. Наша задача сейчас работать эффективно, то есть вот не думать, ой, я еще лет пять попишу диссертацию, за это время у вас и актуальность может снизиться, и, понимаете, мы существуем в конкурентном научном мире, когда научные идеи находятся, по сути, в одном таком информационном пространстве, если вас какая-то тема заинтересовала, она может заинтересовать и другого исследователя. Я знаю ситуации, при которых человек пишет диссертацию, выходит на защиту и выясняется, что он будет защищаться человеком, который подготовил практически на такую же тему диссертацию, они о существовании друг друга не знали. Поэтому, конечно, мы стараемся двигаться эффективно, стараемся двигаться в определенном ритме, а для того, чтобы этот ритм задать, необходимо научиться планированию, что называется, присоединяйтесь вас научу и помогу сориентироваться с вашей ситуацией, которая у вас есть. Ну и, конечно, все традиционно, если сегодня в рамках нашего вебинара у вас возник какой-то вопрос, вы его стесняетесь задать в чате или он у вас возникнет позже, совершенно не стесняйтесь, напишите мне на почту, я на ваши вопросы отвечаю, поэтому без проблем. Ну и все, что я хотела вам рассказать, я с вами поделилась, сейчас я вернусь в чат и буду отвечать на ваши вопросы. Друзья, я прошу вас поделиться своими впечатлениями и дать мне обратную связь, насколько сегодняшняя наша встреча для вас была полезной. Пока я отвечаю, будьте добры, пожалуйста, меня сориентировать. Для меня это важно, ну, мало того, что это просто приятно знать, что вы не зря потратили время, для меня это важно, чтобы я понимала, какие темы для нас с вами актуальны в будущем. Так, количество публикаций для защиты я ответила. Сейчас тоже можно удаленно присутствовать на заседании, пишет Екатерина. Да, можно в рамках вот этого действующего постановления. Как только оно прекратит действие, в рамках этого постановления, присутствовать будет нельзя. Ольга, делится с нами опытом того, как защититься в Казахстане. Так, да, Ольга, вы произвели впечатление на сегодняшних слушателей. Так, расскажите потом, пожалуйста, про получение звания профессора, если нет степени доктора. Мария, ну, про звание мы в рамках наших встреч не говорим. Если это актуально, пожалуйста, опять же, можете написать мне на электронную почту, и мы какие-то темы будем рассматривать. Кстати, друзья, учитывая, что вот, наверное, в этом учебном году из запланированных вебинаров мы с вами в рамках нашей сессии, да, наших встреч в помощь аспиранту встречаемся последний раз, курс будет завершать мою, мою поддержку вашу, да, то я была бы очень благодарна, если у вас есть идеи, запросы на какие-то темы, которые для вас актуальны, вы не можете найти ответ на этот вопрос, напишите мне на электронную почту или дайте обратную связь через Facebook, меня там можно найти, по поводу того, какие темы для вас актуальны, чтобы мы, готовя план встреч, план вебинаров на следующий период, опирались не только на то, что мне кажется значимым для вас и ценным, а то, что вы хотели бы послушать. Так, я хотела поучаствовать у вас на курсе, но дороговато. Ольга, ну, каждый решает, пожалуйста, информация есть в доступных источниках. Фишка курса состоит в том, что вы получаете, что называется, просто путеводитель по поводу того, как куда идти, что делать, что не делать, и в процессе курса вы целый месяц, если вы активный участник, контактируете со мной по электронной почте и получаете ответы на ваши конкретные вопросы. Ну, и, безусловно, есть возможность ходить просто на наши вебинары, никто не говорит о том, что прямо обязательно нужно идти на курс, каждый принимает решение самостоятельно, я просто вас информирую об этой возможности. Так, глава монографии инвестируемого в Копус планируется, планируется ли рассчитываться как публикация. Раньше только статьи. Ольга, смотрите, я вообще была крайне удивлена, я, естественно, ознакомилась со всеми проектами документов, которые сейчас готовятся, я была крайне удивлена, раньше у нас положение присуждения ученых степеней, точнее говоря, сейчас, пока в действующей редакции, есть четкое указание, что приравнивается к публикации в рецензируемых изданиях. Вот если вы об этом, то там такой конкретики пока сейчас нет. То есть про главы в монографии, вот так вот скажем. Если вы про то, засчитают ли вам это в принципе как публикацию, да, конечно, засчитают как обычную публикацию. Так, Григорий, это аспиранту нужно публиковать по пять публикаций в год. Вот так, это, наверное, вопрос не ко мне, это, наверное, к Ольге, которая делилась информацией по Казахстану. Так, Ольга, конечно, могут не писать текст докторского, уже не смогут. Да, друзья, ну, 50 публикаций в изданиях такого уровня, это, конечно, не каждый осилит, поэтому, ну, есть такие исследователи, почему не дать такое право. Это то, что называется ядро ринз. Нет, Григорий, это не совсем ядро ринз. RSCI это те издания, которые находятся на платформе Web of Science. Ядро ринз это те издания, которые считаются, скажем так, наиболее авторитетными и отнесены в другую категорию. Если вы зайдете, для того, чтобы была понятна разница и количественная, и статусная, если вы зайдете на сайт e-library и начнете искать журналы, перед вами откроется карточка и там есть клеточка, да, чекбокс, в котором можно поставить галочку, что этот журнал входит в ядро ринз и вы увидите, что там их намного больше, чем те, которые входят в RSCI. Так, опубликована статья, а через два года вы обнаруживаете, что рейтинговый журнал вышел с фокуса вместе с вашей статьей. Да, такое бывает. Такое бывает. Более того, друзья, если мы понимаем, что нам нужна публикация в журнале, индексируемом в международных базах, мы должны учитывать, что длительность будет выше, то есть вот эта дольше процедура времени от вас потребует. То есть, если она нужна, мы не откладываем эту деятельность. Как раз мы на курсе рассматриваем, какие виды деятельности нам нужны и как их организовать так, чтобы не получилась ситуация, при которой вам уже можно защищаться, а вы еще ждете публикации, потому что они у вас не вышли. Потому что опубликоваться, да, для некоторых научных организаций недостаточно, чтобы вас еще проиндексировали, а это разные вещи. Так, Юлия тоже интересует этот момент, или, например, на момент выхода статьи был Q2, осталось Q3. Ну, смотрите, конечно, все фиксируется, все фиксируется на момент вашей публикации. Потеря статуса – это плохо, но это на вашу публикацию не повлияет. Точно так же, как, например, журнал, как вот в нашем старом понимании, журнал ИВАК, он индексировался раньше, журнал, и был в этом перечне, а вам нужно защищаться, и раз, он оттуда пропал. Если вы, когда вы публиковались, он был ВАКовским, ну, условно, да, по старинке называем, то ваша публикация будет отнесена к рецензируемым, к ВАКовским. Сергей, к сожалению, многие журналы из перечня просят за публикацию деньги. Я бы сказала, что практически всем, мало очень бесплатных, это связано с режимом публикации. Мы в прошлый раз с вами это обсуждали, что есть журналы открытого доступа, есть журналы, которые распространяются по подписке, и поэтому для автора это разные финансовые условия публикации в этих журналах, здесь на это нужно обратить внимание. Татьяна, благодарю за ссылку на группу. Так, в Китае несколько лет назад за публикацию давали квартиру, но это тема отдельного разговора, да, по-разному есть. В некоторых научных организациях и образовательных за публикацию оплачивается финансовая поддержка автору, поэтому, ну уж не до квартиры, но тоже неплохо. Так, Юлия говорит, что проходит длительное время от момента подачи до момента выхода. Смотрите, друзья, сейчас, опять же, отправляю вас к записи нашего вебинара, когда, предпредыдущего, когда мы с вами говорили в этих публикациях, я вам показывала, где посмотреть примерный ориентировочный срок по российским изданиям, и там тоже некоторые сроки 180, 240, 270 дней, то есть практически, ну, чуть ли не год. Если мы говорим о публикациях в международных базах, то это даже, может быть, и более года вообще свободно, просто до выхода, не только до индексации, поэтому это тоже нужно учитывать. Без гранта не получается. Да, согласна, без гранта плохо, но если вы слышали информацию, да, гранты по типу А были отменены в этом году, несмотря на то, что год науки, гранты есть, но потом не сможешь уйти от грантодателя, ну, вот видите, везде какие-то нюансы, везде какие-то особенности, да, сейчас они объединяются, имел не менее высокорейтинговых, замкнутый круг. К сожалению, да, есть такое ощущение, некой замкнутый кругом. Вы пишите благодарности, друзья, спасибо, большое спасибо. Я сейчас просмотрю до конца, для того, чтобы увидеть, есть ли вопросы, и перейду в вкладки «Вопросы», я вижу, что там они тоже есть. «География публикации», спрашивает Ренат. На самом деле, география публикации больше интересует диссертационные советы. Это такое негласное пожелание к авторам диссертации. ВАГ не предъявляет таких конкретных требований, они, по крайней мере, нигде официально не регламентированы. Лариса, огромное спасибо за то, что вы пишете, что ваша информация полезна и своевременна, потому что член экспертного совета ВАГ серьезный статус, это очень приятно такой комментарий получить от вас. Так, если поступить к вам на курс, то возможно ли смотреть его в записи в удобное время? Да, Екатерина, все записи, конечно же, есть, потому что участники из разных часовых поясов, из разных стран. Если вы присоединяетесь на курс, будучи гражданином другого государства, то я с вами работаю в таком более индивидуальном режиме, потому что понятно, что у нас отличающиеся некоторые условия, и поэтому безусловно я конкретизирую вам требования, которые есть для вас в вашей стране. так, Ольга, спасибо, много нового стимулирует. Благодарю, благодарю вас после окончания обучения. Екатерина, не поняла вашего вопроса, если это касается вопроса курса, будут ли записи сохранены после окончания обучения, да, они для вас наступны. Сколько по времени будут идти занятия. Ирина, занятия идут, вот понимаете, вот, например, сегодняшний вебинар тоже, наверное, должен был идти час, но я так стремлюсь все время рассказать больше, ответить на максимум вопросов, которые задаются, поэтому традиционно наши встречи идут два, может быть, даже с небольшим часа. часто это связано именно с тем, что такой интерес у участников, что я пока не удовлетворяю их запросы, не завершаю нашу встречу. Так, спасибо, очень полезно, полезно, огромное спасибо. Так, я не согласна со сроками по ковид, публикации международных выходят очень быстро. Ольга, это связано с особенностью специфики, да, во-первых, темы, во-вторых, вашей научной отрасли. Если мы говорим о медицинских, например, науках, то понятно, что все, что связано с ситуацией, с пандемией, конечно, выходит моментально, можем так сказать, да, но если мы говорим, ну, просто вот обычные наши отрасли, я не могу об этом сказать, что это так. Так, большое спасибо за рекомендацию курса. Очень приятно, когда на курс приходят аспиранты, потому что им порекомендовал этот курс руководитель их собственный, да, и на консультации ко мне приходят большая часть аспирантов, которых ко мне направляют их руководители, потому что руководитель аспиранта, научный руководитель аспиранта, он должен заниматься содержательной, научной составляющей частью, он должен помочь аспиранту или докторанту разобраться с тем, где будет новизна, там, практическая, теоретическая значимость, вот, как выстроить научное исследование и так далее. И очень жаль, когда научный руководитель вынужден какие-то простые достаточно вещи, но они важные для результата объяснять аспиранту. Поэтому, коллеги, если у вас есть аспиранты, которым нужно дать такое объяснение, если хотите, приглашайте их на курс, если считаете это ненужным, приглашайте их хотя бы на вот эти открытые вебинары. Я знаю, что среди участников на наших открытых вебинарах очень много аспирантов, которые направлены сюда своими научными руководителями, поэтому я благодарю вас за то, что у нас вот такое сотрудничество. очень рада, что вам полезно. Так, друзья, я перехожу во вкладку с вопросами. Если вы сейчас будете писать вопросы, пожалуйста, пишите во вкладку «Вопросы», чтобы я не пропустила. Итак, где можно посмотреть новый перечень специальностей и их паспорта? Паспортов пока нет, новый перечень специальностей, Ольга, можно посмотреть в консультанте или в гаранте, они есть. Там, правда, нужно заказать этот документ, но проблемы нет. Строгая должна соотноситься специальность планируемая. Лариса не до конца поняла. А, диссертация специальность журнала или только общее направление, например, для Петнаук. Лариса, на данном этапе строгое соответствие должно быть, потому что у нас, еще раз повторяю, нет теперь такого понятия, как ваковский журнал. То есть журнал весь по всем специальностям не может быть рецензируемым, он не может относиться к этой категории по абсолютно всем специальностям. У нас есть четкое соответствие и в перечне этих журналов оно установлено, у вас есть журнал и у вас есть специальности, по которым он является рецензируемым. Специальности конкретные. Если раньше у нас было написано просто экономические науки 0.8 2.0 0.0 то есть все специальности из экономических наук, то сейчас нет, сейчас мы говорим о том, что это конкретный шифр должен совпасть тот, по которому вы защищаетесь и тот, по которому данный журнал является рецензируемым. Поэтому да, это важно. Речь про скопус. Друзья, а у скопуса вообще нет таких научных специальностей? Да, я ответила на вопросы, только сейчас увидела ваш комментарий. Там вы ищете максимально близкое направление, но понятно, что там наших специальностей нет. Так, я не увидела еще высший вопрос, как вы считаете экономика труда, куда будет отнесена, спрашивает Ольга. Не знаю, куда будет отнесена экономика труда, можно гадать, но я не хочу вас просто вводить в заблуждение. Моя задача вносить ясность, а не давать информацию, которая вас может запутать, друзья. Поэтому давайте, наверное, подождем той конкретики, которая будет рано или поздно озвучена со стороны ВАГ и министерства. Друзья, я надеюсь, что я ответила на все вопросы. Если не на все, то, пожалуйста, еще раз напоминаю, что вы можете написать мне и я вам отвечу персонально. И я благодарю вас за то, что вы были сегодня со мной, за вашу обратную связь, за вашу активность, за то, что вы приходите на вебинары и вообще за то, что вы занимаетесь наукой. Это классная деятельность. Я желаю вам удачи. Встретимся на курсе или на следующих наших вебинарах. присоединяйтесь в группе или ко мне на фейсбуке. Будем общаться, дружить и, соответственно, поддерживать друг друга. Вам всевозможных благ, удачи и увидимся. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,